Всем привет! И в этом плейлисте мы говорим про сложные элементы внутри языка JavaScript простым языком. Конкретно в этом видео мы будем говорить про Local Storage. И вы правильно можете заметить, что не такой уж это и сложный момент. Однако с ним есть определенные нюансы, которым, особенно начинающим, будет достаточно сложно понять. Поэтому в этом коротком видео мы разберем все особенности, относящиеся к Local Storage. И для начала стоит понять, а что такое вообще Local Storage? Но из дословного перевода это означает, что это локальное хранилище. И прелесть этого локального хранилища, который находится именно в вашем браузере, заключается в том, что вы там можете хранить любые данные, и они будут доступны у вас после перезагрузки страницы. То есть это очень такая локальная и импровизированная база данных для именно вашего браузера, и чуть позже мы поговорим про область его действия. Теперь что касается непосредственного API и как он работает. Допустим, я создам переменную myNumber. И, конечно же, это будет значение 42, потому что это отвечает на все вопросы. Тем не менее, мы хотим, допустим, сохранить эту переменную в Local Storage. И для работы с Local Storage мы просто обращаемся к глобальной переменной в том случае, если мы работаем в браузере. То есть здесь я прошу обратить ваше внимание на то, что если это Node.js, то там Local Storage уже нет. Это только браузерный API. Но получается он через глобальный объект Local Storage. Он, кстати, доступен в объекте Window. То есть вот он. И у него есть некоторое количество методов. То есть первый базовый метод для того, чтобы получить что-то из Local Storage, мы вызываем метод getItem. Ну и, допустим, я хочу получить значение number. И сразу же давайте это выведу в консоль. Если я обновлю страницу, я получаю здесь null. Нull, потому что здесь я просто создаю число. Дальше я хочу его получить, но его там, естественно, нет. Значит, для того, чтобы записать что-то в Local Storage, то мы вызываем у него метод setItem. То есть здесь у нас был get, здесь мы уже что-то записываем. И метод setItem, он принимает в себя два значения. Первое значение — это ключ, по которому нужно сохранить что-то. В моем случае это number. Ну и второй аргумент — это само значение. Но здесь видно, что WebStore мне уже подсказывает, что это значение должно быть строкой. Да, если мы записываем сюда число — myNumber, то это сработает, но WebStore мне подчеркивает, что не совпадение типов. Давайте посмотрим после того, как мы записали, все ли там сохранилось. Значит, я вновлю страницу. И действительно мы здесь получаем значение 42. Да, потому что, когда мы записываем, автоматически вызывается метод toString. Да, но чтобы WebStore, например, не ругался, здесь мы можем явно указать toString. Это первый момент, который стоит важно понимать про Local Storage, что в действительности он умеет работать только со строками и больше ни с какими типами данных. То есть даже когда мы делаем getItemNumber, мы все равно получаем здесь строчку 42, а не число. В данном случае мы получаем два конца и лога, потому что мы до этого записали, и дальше мы снова получаем. То есть после перезагрузки страницы это все равно у нас доступно. Кстати, мы можем посмотреть, что у нас вообще находится в Local Storage. В DevTools мы можем перейти во вкладку Application, и здесь есть поле Storage. Здесь, кстати, вообще много чего интересного есть. Плюс у меня на канале есть подробный ролик про работу с дебаггером для работы с Network, Source и так далее. То есть в том числе там затрагивают тему Application. Но сейчас, если мы перейдем в поле Local Storage, и здесь мы увидим такую запись, это Local Host 63342, порт определенный. Если мы посмотрим, то это тот порт, на котором я работаю. Это то, что WebStorm добавляет, то есть у вас, вероятно, это будет какое-то другое значение. Здесь как раз таки важно понимать, что Local Storage работает для текущего домена. То есть в данном случае доменом у меня является данный локальный хост. Если я, допустим, буду работать на другом сайте, скажем, vk.com, то все, что я записываю в Local Storage, оно будет у меня ассоциироваться с текущим доменом. Если я работаю на другом домене, то прошлые данные, они будут недоступны. Если мы раскроем данное поле, то мы увидим, что здесь у нас присутствует ключ Number и его значение 42. То, что хранится в Local Storage. Также у Local Storage есть другие полезные методы, такие как, например, удаление определенного ключа. Ну и скажем, здесь я хочу удалить ключ Number. Давайте мы вызовем этот метод перед всем. То есть сейчас, по идее, мы вначале удалим. И когда мы будем получать, у нас будет 0, потому что у нас удалено значение Number. Но после этого мы сделаем Set и должны получить вторым консоль-логом уже нужное нам значение. То есть мы обновим страницу и мы получаем соответствующий результат. То есть здесь, я тоже думаю, понятно, что мы просто удаляем. Ну и, соответственно, есть метод Local Storage Clear, который просто берет и полностью очищает Local Storage. То есть если я обновлю страницу, мы все равно получаем логи, потому что очищаем мы после получения данных. Но если посмотрим в Application, то Local Storage у нас будет пустын, потому что мы удалили все. То есть Clear выбирает все, Remove Item удаляет только нужный нам ключ. В чем есть нюансы при работе с Local Storage? То есть, например, я создам объект с базовыми полями, например, Name пусть будет Max и Age пусть будет 20. И я хочу сохранить этот объект в Local Storage. То есть здесь я пишу Local Storage, Set Item. Допустим, я все это хочу занести в ключ Person. И сюда я складываю объект. Однако, если я обновлю страницу, то в Local Storage мы видим ключ Person. Но в поле Value мы получаем Object Object. Почему? Как я и говорил, Local Storage умеет работать только со строками. И если мы, допустим, получим доступ до нашего объекта Object, мы получаем его нужные значения. Но когда все это записывается в Local Storage, то мы у объекта вызываем метод ToString. Это базовый метод, который присутствует в прототипе базовом. И вызывая этот метод, приводя его к строке, этот объект, мы получаем значение Object Object. Как раз таки то, что мы сейчас и видим в поле Application. Но мы не хотим Object Object, потому что все данные наши стираются. То есть как поступить в таком случае? Как записать данный объект в Local Storage? Для этого нам необходимо воспользоваться другим глобальным объектом, который называется JSON, который работает, соответственно, с JSON и объектами. У него есть два метода. Это parse и stringify. Если мы вызовем метод stringify и передадим в него объект, то смотрите, что получится. Обновляю страницу, и здесь мы уже получаем нужный нам объект в ключе Person. То есть что делает вообще JSON stringify? У нас есть объект, и если мы его помещаем в JSON stringify, то на выходе мы получаем здесь строчку. Строчку, но в этой строке в формате JSON содержатся данные нашего объекта. То есть если мы проверим тип, это у нас string, а не объект. Type of просто object, это у нас объект. То есть в этом как раз таки и разница, что мы в Local Storage складываем строчку. Теперь мы хотим получить то, что у нас лежит в Local Storage. Для этого я могу создать переменную, допустим, raw. И сейчас я объясню, почему я ее так назвал. Мы обращаемся к Local Storage. С помощью метода getItem получаем доступ до ключа Person. Ну и допустим, мы хотим изменить возраст этого человека. Скажем, давайте лучше имя поменяем. Скажем, raw.name равно, или будет ладилен. Ну и посмотрим на то, что такое у нас raw. Однако, если мы обновим страницу, то мы получаем здесь вот такую строчку. То есть это похоже на наш объект, да, который мы сохранили в Local Storage. Кстати, здесь можно SetItem убрать, потому что он у нас все равно там хранится. Обновляю страницу, он все равно у нас доступен. Как видно, имя мы здесь не поменяли. Если мы попробуем обратиться к, скажем, точке age и обновим страницу, мы получаем здесь undefined. То есть, получая данные из Local Storage, у нас нет доступа до прошлых ключей. И это логично, потому что на самом деле, если мы проверим тип переменной raw, то мы увидим, что здесь находится у нас string, то есть это строка. Опять же, потому что Local Storage умеет работать только со строками, а не с объектами. И поэтому, для того, чтобы нам получить объект вместо строки, здесь мы должны вызвать обратное действие методу json stringify, а конкретно это json parse raw. Здесь мы, ну, можно type of оставить, мы получим здесь object. Да, если мы уберем type of, то вот мы получаем уже обычный объект, с которым можно работать. То есть, правильно это выглядит таким образом. Мы создаем person и парсим то, что получили из Local Storage. И теперь уже мы можем обращаться, допустим, к name и смотреть на то, изменилось ли это. Как видим, действительно изменилось. То есть, это, в принципе, и вся наука, которая относится к Local Storage при работе с объектами. Мы просто вызываем две обратные операции, это json stringify или json parse, если хотим привести из строки к объекту. Кстати, это работает и в других случаях, так что можете пользоваться. Какие еще есть особенности при работе с Local Storage? На самом деле, если, здесь я добавлю комментарий такой, мы работаем с ним и, допустим, наше приложение открыто в разных вкладках, то мы можем это все дело синхронизировать с помощью специальных событий, которые может прослушивать объект Windows для Local Storage. То есть, мы обращаемся к Windows, добавляем события либо таким образом, который называется Storage. Здесь получаем event. Альтернативный способ это написать window on storage. Функция и так далее. Но я пойду с таким способом, мне вам больше нравится. Просто визуально. И давайте посмотрим на это событие. Остальные консоли логи, я думаю, что можно убрать. То есть, данное событие вызывается тогда, когда что-то записывается в Local Storage. То есть, я обновляю страницу, слушатель у меня есть. Ну и, допустим, я могу обратиться к Local Storage и записать в него что-то. Скажем, включ temp. Ну, например, date now to string. Нажимаю Enter. И мы видим, что у нас нет никакого консоль лога ивента. Хотя, если посмотрим в Local Storage, то вот у нас есть temp с таймштампом. Почему так? Потому что здесь есть один нюанс в том плане, что это событие вызывается в том случае, если во вкладке того же самого домена происходит запись в Local Storage, причем в другой вкладке. То есть, если что-то происходит в этой вкладке, то событие не вызывается. Значит, для того, чтобы это проверить, я здесь уберу вот этот хэш. И у меня текущий домен — это Local Host, порт и дальше просто индекс HTML. То есть, я беру, дублирую данный код, точнее данную вкладку. И теперь, допустим, здесь, вот в этой вкладке первой, я попробую что-нибудь записать в Local Storage. Видим, что у нас здесь ничего нет, но в этой вкладке мы уже получаем Storage Event, потому что в точно такой же вкладке, но в другой мы что-то записывали в Local Storage. Ну и если мы посмотрим на данное событие, то мы увидим здесь много полезных элементов. То есть, тут есть прошлое значение, которое было, текущее значение, URL, по которому, где мы сделали изменения, да, для того, чтобы понять, что произошло. Ну и, в общем-то, другие данные. Таймштампы и прочее. То есть, ну вот основные значения — это Key, да, то есть над какими данными шла манипуляция. Old Value, New Value и URL. Storage Area, я так понимаю, что здесь хранятся, в принципе, и другие значения, которые есть в Local Storage. Зачем это нужно? Ну, представьте, что, допустим, вы работаете в какой-нибудь CRM-системе, где у вас много вкладок открыто, и вам нужно менеджерить клиентов и так далее, да, на разных страницах. Но в CRM, как обычно, часто данные обновляются, и для того, чтобы синхронизировать все эти вкладки, вы можете пользоваться как раз-таки вот подобной конструкцией. На этом, что касается Local Storage, у меня все. Это действительно есть вся теория, поэтому я надеюсь, что теперь вам стало намного более понятно, как с ним работать. И в заключении я хочу сказать еще несколько отличий, которые вы можете встретить, например, на собеседовании вопроса. То есть, например, чем отличается Local Storage от Cookie? Есть два основных отличия. То есть, в основном, Local Storage, он намного больше по объему, чем Cookie. Обычно это примерно 5 мегабайт размер Local Storage. То есть, 5 мегабайт данных вы можете хранить локально в браузере. Но основное отличие от Cookie заключается в том, что Cookie, они улетают также с запросами на сервер. И это не совсем секьюрно, потому что то, что у вас хранится в Cookie, может прочитать и распарсить сервер, ну и как-то использовать это в своих нуждах. Local Storage, в свою очередь, он не улетает с куками на серверах. То есть, это только ваше локальное хранилище, к которому вы имеете доступ. Поэтому, теперь я надеюсь, вам совсем стало понятно с Local Storage. Если это действительно так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ставьте колокольчики. Также посмотрите на данный плейлист целиком, потому что здесь много чего полезного. Ну, а мы с вами увидимся уже в других роликах. Продолжение следует...